Минувшую субботу один из старейших танцевальных коллективов Ангарска отметил юбилей. Образцово-показательному ансамблю «Веснушки» исполнилось 55 лет. Праздничный концерт состоялся на сцене ДК «Современник». История «Веснушек» началась в конце 60-х. Тогда в «Современнике» родилась балетная студия. Наталья Белявская мечтала танцевать и дарить свои выступления миру. Через несколько лет мечта сбылась. «Веснушки» получили звание образцового ансамбля танца. Сегодня ребята различных возрастов путешествуют по многим странам, принимают участие в различных карнавалах и фестивалях и продолжают соответствовать своему высокому званию. Я помню в нашем дворце, это 55 лет назад, мы создавали группу, 30 человек было, а сейчас около 400. И за 55 лет столько веснушек у нас выпустилось. И вот сейчас к юбилею поздравляют наши веснушки из Испании, Швейцарии, наша страна, Владивосток, Питер. Вы знаете, как это приятно? Очень замечательно. Я по-настоящему чувствую, что у нас прекрасный этот момент жизни. И все это веснушки, и все наш дворец. Главное, что поражает каждого зрителя, это возраст участников. На сегодняшний день веснушки – это более 400 детей в возрасте от 1,5 до 18 лет. А те, кто старше и давно покинули стены родного современника, не забывают своих наставников. Юбилей ансамбля собрал полный зал. Творческие номера, позитивные эмоции и любовь к танцам – так описывают работу в веснушках Ольга Досигаева. Я танцевала маленькая, смотрела на Наталью Александровну, восхищалась, как она такая молодая, она очень была молодая, талантливая, любящая детей. Как она держит такой большой коллектив. Она вложила в нас очень много любви. И это все, конечно, передается ученикам. И многие ученики, и не только я, хотят стать хореографами. И сейчас у нас растет целое поколение, которое хочет пойти учиться на хореографа. В день торжества от лица администрации Ангарского округа поздравить коллектив пришли заместитель председателя Думы Александр Куранов и депутат Светлана Таковенко. Юбилейный концерт в честь 55-го день рождения веснушек не оставила равнодушным ни одного зрителя. Антон Бархатов, Егор Сорокин, Дмитрий Новопашин. Местное время. Продолжение следует...